Современный светлый спортзал вместо мрачного подвала. Именно такое изменение коснулось школы кикбоксинга «Стик». Секция, где занимаются почти 300 спортсменов, переехала в новое здание теплового пункта. Кикбоксеры получили целый этаж на безвозмездной основе с одним условием – самим сделать ремонт. Теперь истинно народная стройка окончена и, по мнению атлетов, залов такого уровня в крае попросту нет. Все, что я видел, все, что я знаю, это на сегодняшний день, наверное, самый лучший зал в Алтайском крае. Не побоюсь сказать, что в городе. Потому что такой красоты, такого качества исполнения вы, наверное, еще пока нигде не увидите. Мне кажется, на высшем уровне все абсолютно. Душевые, раздевалки – все супер. Занимаемся босиком. Во всех залах занимаются обуви. Возможность заниматься без обуви лишь в специальной защите, говорит спортсмен, позволяет лучше чувствовать ринг. Но еще недавно тренироваться приходилось в кроссовках и в помещении без вытяжки и окон. Изменить ситуацию помогло обращение к местной власти. Депутат Государственной Думы Александр Прокопьев поспособствовал установке системы вентиляции и привлечению других благотворителей для совместной работы над проектом. Могу сказать, что ничего не делалось здесь в ущерб качеству. Все по самым высоким стандартам. Теперь новый зал ждет новых воспитанников. Как говорят сами спортсмены, на руку даже расположение. Вокруг спальный район, а значит дети смогут добираться пешком. Современные условия и профессионализм тренеров верят в стики, помогут спортсменам выйти на новый уровень. Я уверен, что этот зал даст дополнительные возможности для повышения результата. То есть я думаю, что результат не заставит себя ждать и мы скоро увидим новых чемпионов у нас в городе Барнауле в Алтайском крае. А нынешние спортсмены смогут проявить себя уже совсем скоро. В 2022 году в Барнауле пройдут чемпионаты первенства России по кикбоксингу в разделе «Фулл контакт». И новый спортивный зал должен существенно помочь в подготовке к этим соревнованиям. Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком.